Не хочу я никакого волейбола. И не проведя вместе ни одной совместной тренировки, ни одних сборов, нам удалось занять первое место. Все расстроилась, ушла. Что тот огонек в глазах, который мы увидели у этих детишек, конечно, подпитал энергетически очень сильно. Мы делаем очень хорошее дело. Я была удивлена, не сказать ничего. Кажется, сейчас прыгнешь, наверное, 3 метра туда под потолок. И спортсменки-функционера. Примерно так сложилась жизнь гомельчанки Людмилы Загорцевой. Наша героиня работает инженером-программистом в Гомельском управлении магистральных газопроводов. Но последние три года она также руководит Гомельской федерацией волейбола. Новые обязанности ее не смутили. Людмила всегда была активным человеком. Сидеть на месте – это не ее. Работа над развитием гомельского волейбола только добавила красок в жизнь нашей героини. Хотя свободного времени теперь у нее практически нет. Мы делаем очень хорошее дело. И от этой реакции, когда мы видим глаза деток, родителей, спортсменов, когда проходят какие-то яркие мероприятия, и люди говорят теплые слова, это добавляет сил, энергии, эмоций двигаться дальше. Заниматься волейболом наша героиня начала в 12 лет. В спорт попала случайно. Летом шестиклассницу Люду родители отправили в лагерь вместе со старшим братом, который занимался баскетболом. Увидев, как играют мальчишки, она поняла, что хочет так же. В школе, где училась Загорцева, как раз и культивировался этот вид спорта. Она упросила родителей отправить ее в секцию. В начале учебного года мама с дочкой пошли в Гомельский дворец игровых видов спорта записываться на баскетбол. Мы пришли на Иринскую, идем с мамой по коридору и встречаем Ларису Николаевну Любинскую. На тот момент я еще не знала, что это тренер по волейболу. Мы встретились, она спросила, куда вы идете. Мама говорит, мы ищем секцию, чтобы ребенка своего отдать. Мама у меня высокая, метр восемьдесят. Лариса Николаевна тогда глазом так кинула, что девчонка тоже будет высокая, худенькая. Она говорит, а ты не хочешь на волейбол? Я говорю, волейбол? Вы что? Какой волейбол? Слезы, градом. Я говорю, мама, куда ты меня привела? Не хочу я никакого волейбола. Она говорит, ну ты приди, посмотри, может быть тебе понравится. У нас очень интересно. Ну, я все ни в какую, значит, эти слезы градом льются. Все расстроилась, ушла. На следующий день брат уговорил ее пойти на тренировки. Наша героиня отмечает, что ее первый тренер до сих пор вспоминает их первую встречу. Тогда Людмила так загорелась спортом, что прозанималась более 12 лет. В 25 она родила дочь и решила завершить карьеру. Наверное, особое внимание хотелось бы уделить вот этой медали и рассказать про нее. Потому что в моей карьере профессиональной особым местом стоит сборная наша юношеская и юниорская 1988 года рождения. И вот это наша самая первая медаль. И это наше первое место, с которой началась история этой сборной молодежной. Она такая достаточно комичная, потому что со многими девчатами мы познакомились прямо в автобусе. Как бы смешно это не звучало. Последнюю девочку мы забрали в Новополске и поехали играть в Эстонию. И не проведя вместе ни одной совместной тренировки, ни одних сборов, нам удалось занять первое место. И после этого к нашей команде появилось особое внимание. Всегда с теплотой и с такой любовью я вспоминаю эти годы. Я вспоминаю нашего тренера Гончарова Виктора Федоровича. Можно сказать, это мой третий тренер. Если мы возвращаемся к разговору, что первый мой тренер – это Любинская Лариса Николаевна, которая дала мне основу, дала мне азы все. Наверное, заменила маму в какой-то степени. Потому что мы тогда были еще совсем юные. И было много разных комичных ситуаций. И печальных, и веселых. И как мы ездили на соревнования с кастрюлями и с картошкой. И она учила нас готовить, она учила нас бытовым каким-то вопросом. Еще хотелось бы рассказать о том, что после того, как я устроилась уже на свое основное место работы, волейбол в моей жизни не закончился в качестве игрока. Сейчас я выступаю на соревнованиях отраслевых нашей энергетической отрасли. А также в 2017 году мы ездили в Сочи нашей сборной «Газпром Трансгаз Беларусь» выступать на 12-летней спартакиаде «Пао Газпром». Хочется сказать, я очень сильно горжусь этой медалью. Потому что это достаточно серьезный результат. Мы заняли третье место среди 24 команд. Мы негласно называем это Олимпийскими играми. Потому что уровень, конечно, соревнований и накал борьбы такой серьезный. Там представлены в некоторых командах и олимпийские чемпионы, и мастера спорта международного класса. А мы, девчонки из Беларуси, смогли пробиться в финалы и сыграть за третье место. Периодически перебирая фотографии прошлых лет, наша героиня вспоминает те времена. О некоторых снимках из личного архива она рассказала и съемочной группе. Ну вот, первый мой класс, совсем маленькая. Тогда я еще, наверное, не знала, что стану профессиональным спортсменом. Но спорт я любила всегда, всегда была очень активная. Это, наверное, как раз в рамках школьного волейбола, вот с чего оно все начиналось. Как я говорила ранее, у нас в моей первой школе не было волейбола, секции волейбола. Нам прививали любовь к спорту. Мы играли в баскетбол. Анталия Петровна учила нас играть в баскетбол. У нас были очень хорошие результаты. Мы выигрывали первенство города даже. Ну а здесь уже вот мои первые шаги в волейболе. Это уже с Ларисой Николаевной. Мы играем в малом зале, вот на Ирининской. Дворец игровых видов спорта. Не знаю, не помню, честно, что это за соревнования, но вот осталась память. Это какие-то фрагменты тренировочного процесса. Возвращаемся. А вот моя Лариса Николаевна. Пусть я тут уже и не совсем юная, но память осталась. А это фотографии с чемпионата Европы. Это вот наша сборная, о которой я рассказывала. Наши девочки все. А это уже клубная команда. Это коммунальник Могилев. Вот в этой команде я играла два года. Вот Виктор Федорович Кончаров. Всем известный тренер, который очень долго возглавлял национальную команду, команду Минчанка. Ну и, наверное, многих игроков здесь можно будет узнать, которые еще до сих пор играют в высшей лиге. В этом году Федерация волейбола запустила по всей стране проект «Школьный волейбол». На территории нашей области в мероприятиях этой инициативы участвует и наша героиня. В рамках мероприятий Людмила вручает инвентарь детям. По ее словам, это дарит ей неповторимые эмоции. Что тот огонек в глазах, который мы увидели у этих детишек, конечно, подпитал энергетически очень сильно. Несколько дней я, наверное, так ходила в какой-то эйфории, были очень положительные эмоции. Очень много друзей мне присылали там разные скриншоты, комментарии. И вот реальная история. Моя подружка присылает мне фотографию девочки из этой школы 69-й и подпись, что после посещения гомельского отделения нашей школы она сказала, «Мама, я хочу заниматься волейболом». Мне подарили мяч, самый красивый, самый какой-то суперсовременный. И все, давай скорее записывай меня в секцию. Я хочу заниматься волейболом. Поэтому вот такие вот, казалось бы, маленькие истории, но они крылья что ли вырастают за спиной, да? И хочется дальше двигаться в этом направлении, потому что детки – это наше будущее, особенно здоровая нация. Конечно, сразу бы мне хотелось выразить слова благодарности Венскому Эдуарду Адамовичу, потому что я знаю, что он очень огромный кусок работы проделал для того, чтобы этот проект пришел к нам в Беларусь. В двух словах, Европейская конфедерация предоставляет инвентарь мячи и сетки именно в среднеобразовательные школы. Мы говорим о том, что детки, которые участвуют в этом проекте – это 3-й, 4-й, 5-й классы, которые немножко уже физически окрепли, прошли основы физической культуры и спорта и готовы уже познакомиться с какими-то игровыми видами. В рамках проекта «Школьный волейбол» руководство Федерации посетит 5 школ. На протяжении года они будут курировать эти учреждения, а в конце проведут большой волейбольный фестиваль с участием профессиональных спортсменов гомельских команд. Однако наша героиня отмечает, что работа не ограничивается проектом. За помощью Федерации регулярно обращаются преподаватели учреждений образования с просьбой помочь инвентарем. Здесь, наверное, хотелось бы рассказать про Ильичевскую среднюю школу. Месяц назад к нам в пресс-службу нашего отделения поступило обращение от тренера, от Вероники Олеговны. Она сказала, что увидела опять-таки в соцсетях, что стартанул вот этот проект «Школьный волейбол». Ну, наверное, тогда еще анонсировали только его. И она написала нам письмо, что можно ли приехать в их школу, помочь как-то деткам с инвентарем, потому что у школы замечательная история многолетняя. И раньше была команда, и взрослая команда, и такая школьная команда. К сожалению, так складываются обстоятельства, что много молодежи уезжает из деревень, из поселков, людей становится меньше, деток становится меньше. Но это не значит, что они должны быть обделены. Поэтому было принято решение однозначно этой школе помочь. К сожалению, именно под проект «Школьный волейбол» они не попали. Но мы закупили мячи специальные, тренировочные, такие детские, и посетили эту школу не так давно с визитом. Я была удивлена, не сказать ничего, искренностью этих детей. И глаза просто горят огнем, улыбки до ушей. Они нас встретили с танцами, с песнями, с какими-то речевками. И каждый из них сказал, мы до последнего не верили, что вы возьмете и приедете к нам. Ну, такая получается новогодняя рождественская история в канун праздника. Людмила Загорцева вспоминает, что в их время такого проекта не хватало. В начале своей карьеры спортсменке была за радость получить комплект формы от старших девчонок. Наша героиня рассказывает, что при переходе в старшую команду ей вручили целую спортивную сумку практически новой обуви и формы. Я помню, я пришла домой, показываю родителям, смотрите, сколько всего. Потому что, когда именно в таком подростковом возрасте, конечно, этого ничего не было. Покупали родители на рынках какие-то кеды, кельми, что-то такое было. Ощущение, когда одеваешь профессиональные кроссовки, Асикс, кажется, сейчас прыгнешь, наверное, 3 метра туда под потолок. Людмила отмечает, сегодня волейбол в области развивается. В нашем регионе есть 6 профессиональных команд. 2 женских и 4 мужских. И это оставляет надежду, что в этом виде спорта Гомельская область прозвучит не раз.